здравствуйте друзья вопросик у нас утренний здравствуйте михаил не знаю куда написать чтобы вы обратили внимание очень надеюсь что вы заметите это письмо и поделитесь своим опытом поделимся недавно я переехала в большой город не говорит какой занимаясь поиском работы обязательно смотрю информацию о компаниях отзывы работников клиентов через несколько дней стало тошно как я понимаю девушку так большинство отзывов отрицательные пишут о разном но прослеживаются общие черты а именно работодатели начальство работников за людей не считают повсеместно психологическое давление грубость неуважение к своим работникам еще общая черта обман в объявлении и даже на собеседование называют одни условия и цифры но по факту получается по-другому находят любые способы чтобы урезать зарплату и без того невысокую при этом принуждая к переработкам как же надоело это эксплуатация вседозволенность и безнаказанность расскажите как обстоят дела в сша расскажем чё же не рассказать значит я друзья хочу сказать что при всем так сказать легком обозрении негатива надо позитивные стороны тоже видеть например я вот помню лет ну не знаю 15 назад где нибудь там в 2000 году у нас была знакомая тут у которой дочь закончила университет какой-то американский ну из наших соотечественников ребенком приехала закончил университет и чего-то у нее там в погоне их за экзотикой поехал работать в москву кто-то этом пригласил общие знакомы я не знаю что работала себе значит молодым американским специалистом в какой-то там компании я не помню что это было банк там страховая что-то такое и в какой-то момент значит как как рассказывает мать вот ее словами я вам передам чтобы веселее было мать раскаты в какой-то момент значит вызывает ее начальник а девочки лет там 25 и говорит ей что теперь она с ним будет жить так с начальником и добавляет так руками 2 и это за те же деньги она возмущена то есть к ее возмущению вот добавила что он ей за это даже больше не предложил и я довольно много на самом деле истории слышал о том как на определенных позициях вроде ты работаешь вот специально берут девочку там допустим чтобы ее использовать еще и и и в другом качестве тоже вот здесь никто не жалуется я хочу сказать вы какой прогресс уже как как все-таки меняется позитивно значит давайте теперь ближе к существу вопрос я понимаю что поскольку спрашивает как с этим сша то это где-то не в сша но большой город я не я не знаю где ну хорошо россия украина где-то там наверное поскольку них не указано было то вот так значит мы обозначим 2 может беларусь я не знаю короче понимаете тут есть тонкость 1 когда вы идете на какой-то ресурс в сети который занимается собиранием отзывов обычно собирание отзывов является синонимом собирание дерьма то есть казалось бы а почему не отзывов почему отзывы не собрать почему взять на дерьмо должно там быть вот почему так выходит потому что есть к тому объективные предпосылки то есть не то чтобы не надо вообще этого смотреть но надо понимать что ты смотришь значит вот есть допустим нас есть 100 человек и из этих 100 человек например 20 имеют очень позитивное впечатление о компании еще 20 имеют крайне негативно и еще 60 им пофиг вопрос сколько отзывов у вас будет на ресурсе быть даже не отзывов конкретно но вот в процентном отношении человек у которого все хорошо напишет но может быть один из двадцати напишет действительно люди которым пофигу но может быть даже 2 напишут люди которые недовольны а может быть и 10 напишут понимаете что получается то есть у вас был получается 13 отзывов из 13 отзывов 10 негативных то есть зашкаливает да при том что количество недовольных там всего-то 20 процентов и она не количество недовольных не было больше чем количество довольных представленных одним отзывом этим и недовольных представленным десятью это с одной стороны с другой стороны вот эти вот сайты для высказывания своих мнений являются способом сведения счетов человека но он чем-то недоволен вот его обидели чем-то причем он может быть своей обиде зашкаливающий неадекватен но он может пойти и анонимно это же все анонимно делается вы поймете вы примите это в расчет все делается анонимно вы не знаете кто это пишет если бы он писал от своего имени например он бы не так писал или вообще бы не писал но тут он пишет анонимно поэтому всякая объективность у него ушла он фактически подлечит анонимно написать про кого-то гадость это подлость ну давайте назовем своими своим своими словами может сказать вот это Вот допустим Россия или Украина Там в случае чего могут счеты свести Но они и в Америке то же самое делают Они в Америке делают Ровно то же самое Они могли бы в суд пойти Вот допустим ты пишешь такое Да пошел бы в суд, ушел бы миллионером уже Не, он не идет в суд Он понимает, что в суде там все выяснится Как на самом деле было И его просто пинка он получит А не миллион Но они делают ровным счетом то же самое Когда человеку дают возможность анонимно писать гадости Он Ну вот как бы Такое свихивание мозгов происходит Плюс третий момент Который в этом присутствует Все эти сайты Являются полем боя На котором действуют Даже не обязательно тролли То есть люди которым делать нефига А люди которым заплатили За это Я как человек который являюсь Объектом вот таких оплаченных нападок Мы знаем кто оплатит Мы даже знаем уже кому там И так далее Мы знаем все эти истории Которые они сочиняют Но они ходят в эти места И они там это пишут Поэтому Что тут сказать? Ну вот так Таким образом Когда вы смотрите на эти сайты Вы не должны относиться к этому Как Такому Простому Понятному чтению Это надо читать С хорошим фильтром в руках Кроме того Вот вы допустим работали где-то раньше Почитайте Почитайте что пишут про ту контору Где вы работали раньше Или если вы знаете кого-то Кто где-то работает Найдите вот эту контору Где он работает Если вы доверяете человеку Дайте ему почитать И скажите Спросите его Насколько там соответствует Понимаете? Вот поэтому Я крайне Крайне Недоверчиво К этому ко всему отношусь Потому что я как бы имею Некоторый опыт Вот Работы с этим Значит что касается Да Плюс я Я хочу Не бросая Камень там В ту страну Или в эту Или там еще что-то Я хочу сказать Что в целом Вот как бы тонус Позитивный Позитивный тонус Резко негативнее Там вот где живет девушка Чем например в Америке Где люди в целом Гораздо более позитивные Понимаете? И лица у них более счастливые И улыбка у них радостная Вот тут нам Злобные всякие говорят Что она Не искренняя Эта улыбка Искренняя Это только выражение Ненависти на их физиономиях Понимаете? Это ненависть у них искренняя Поэтому им улыбка Кажется вот такой Потому что они Искренние улыбки не видели В жизни они не понимают Как она выглядит Вот Поэтому Соответственно Еще добавляется Градус вот В негативном направлении А кто пойдет И напишет Что мне было хорошо Вот если человека Не попросить Понимаете? Что он писать будет? Не, ну есть люди Которые просто пишут Это правда Я и с этим сталкиваюсь Тоже Вот есть люди Которые просто пошли И написали Ну молодец Я А есть такое Сцена пишет Серьезное Я там прям зачитываю Значит Чего дальше В Америке В Америке существуют законы Так же как и например В Российской Федерации И в Украине Существуют законы Регулирующие отношения На производстве Между работником И предприятием И так далее Значит То есть законы Есть и там и там И я думаю Что может быть Даже в некотором смысле Законы там Вот Где девушка живет Может быть даже Более защищающие Чем например В США Вот в США Например Человека уволить Это даже Я не знаю Там Даже до туалета Не дойти Сравнить Невозможно Понимаете? Просто вот раз Взяли и уволили Производство необходимо Никому даже объяснять не надо Ну есть Конечно бывают Отягчающие обстоятельства Я ничего не хочу сказать Но в принципе Уволить человека не так сложно Конечно Когда компания большая Ее можно судить Там они это аккуратно делают У них может некоторое время занять Но нет такого Что если человек надо уволить Его нельзя уволить Или что-то То есть У него меньше защищенности По закону Но дальше Что получается Насколько законы соблюдаются Насколько человек Вот допустим Вас ущемили Насколько вы в состоянии пойти И найти себе защиту В Америке защита находится Просто вот Не то что Вы пошли искать защиту А защита бегает И кричит Кого защитить? Кого тут защитить? Кого тут защитить? По телевизору объявление дают Может быть вас уволили Там как-то Обидев Может быть Незаслуженно Ну-ка давайте Мы сейчас будем разбираться Потому что действительно Законы в общем-то Как бы на стороне человека Так И работника Законы вообще на стороне Частного лица Против организации Поскольку у организации Гораздо больше способности Обидеть И себя защитить Чем у человека Человеку организацию Трудно обидеть И трудно себя защитить У него и денег таких нет Ресурсов нет И сил нет Он же должен где-то Работать Чтобы себе на жизнь Заработать Когда он там Разбираться с кем будет Короче Поскольку есть суды Как независимые И есть адвокаты Которые ищут Возможность заработать И есть компании У которых много денег Причем эти деньги Могут быть не на счету компании А эти деньги Могут быть например На счету страховых компаний Где застрахована Эта компания То есть деньги есть Если вас какая-то компания Обижает Деньги есть Чем больше компания Тем больше денег Тем больше желающих Адвокатов Взяться за это дело На вашей стороне То есть вы в данном случае Являетесь поводом На котором зарабатываются бабки Значит В силу этого Компании Законы Не нарушают Стараются не нарушать Но Почему нарушения случаются Потому что Живые люди Живые люди Это не кирпичи Вот там Давайте Кладешь там ряд за рядом Лопатки там Цемент бросил Кирпичик положил Понимаете Живой человек Он как-то сам себя Начинает вести У него есть эмоции Он может что-нибудь сказать Я вот помню случай был До суда не дошло Но был случай С нашей студенткой Это году Наверное В 95-м Вот в 6-м Одна из первых Моих студентов Она пошла куда-то На интервью Причем в приличную компанию Не хочу называть Известная большая компания И там поставили Какого-то программиста Ее интервьюировать А тогда и тестеров Особо не было Но вот Какой-то был там программист Лохматый Значит Ну и он ей говорит Между делом Он ей говорит А ты как в Америку-то попала Потому что у нее резюме Там видно что она Я не помню Она из С Украины Россия откуда-то И говорит Ты как попал-то в Америку Это вопрос абсолютно Неуместный для интервью Тем более в большой компании Она уже может пойти К кому-то К адвокату И начать разбираться Почему такие вопросы Задают И как ее это задело Но вот Человек живой Он переводит это С официального уровня На человеческий Он говорит Ты что там Как в Америку попала Она объясняет Вот мы там Жили в СССР Мы евреи Есть беженская программа И так далее Дальше выясняется Что у него есть Герлфренд У этого американца У него есть герлфренд А герлфренд Палестинка И он ей говорит Это вы-то беженцы Говорит он Это вы-то беженцы Что вы там И начинает там Про Израиль Про Палестину И он на нее понес И она трясущаяся Она два дня тряслась После этого Она трясущаяся Говорит рекрутеру Рекрутер значит Звонит в компанию Из компании Звонят из кадров Делают ей джоп-офер Чтобы она только Не это Представляете уже Извиняются Делают джоп-офер Уже пытаются загладить Как я не знаю что Но я Почему этот пример Она не пошла туда И не судилась с ними Ничего Я просто рассказываю Что Всегда есть какой-то идиот Понимаете Ну по жизни идиот Который живет В каком-то своем пространстве Который что-то такое Может сказать И так далее И вот на этих идиотах Вот строятся все кейсы Потому что Когда не идиоты Этим занимаются Их трудно подловить Они знают Что они делают И к ним Не прицепишься Хотя тоже можно Конечно И иногда Знаете Они готовы дать Какие-то деньги Не потому что Они признают себя Виноватыми А потому что Им не хочется тратиться На разбирательство Ну допустим Я понимаю что я отобьюсь Но мне это будет стоить Там год жизни И допустим 150 тысяч И я им говорю Хорошо ребят Вот вам полтинник И идите отсюда нафиг Например Не потому что там Что-то такое И на этом работает Очень много адвокатов Которые Зная что кейса Никакого нет Они фактически Злоупотребляют Их за это лишают Лицензии Периодически Это бывает Тоже Когда это обнаруживается Это периодически Обнаруживается В разных обстоятельствах И так далее К чему я это рассказываю Значит По вопросу о том Что Происходит в Соединенных Штатах Вы не можете Договориться И не выполнить Даже если это было устно Лучше письменно Но даже если устно Устное слово В договоренности Имеют такую же Юридическую силу Как письменное Разница только в том Что Они могут начать Отрицать Он может сказать Я этого не говорил Тогда слово против слова Но если будет пять человек Или там трое Которые скажут Он мне тоже говорил Значит А потом выяснилось Вот так Вот как в этих показаниях Которые на сайте В свидетельствах Пожалуйста Все пролетел Под фанеру Поэтому Нет Здесь Как бы не принято Есть определенный стиль В котором это все происходит Значит еще раз Есть какие-то идиоты Это правда Они есть Вы можете нарваться на идиота Да Вы можете нарваться Вы можете нарваться на мерзавца Вы можете пойти в какой-то там бизнес Часто пишет Вот нелегалы Да Вот он нелегально пришел Там три дня отработал А ему дали не 300 долларов А дали ему там 100 И он говорит Как же Договаривались на 300 А то ты говоришь Иди отсюда А то и 100 не дам Например Вот есть масса историй О том как обидели Значит нелегального работника Но нелегальный работник Он просто не в курсе Он должен дойти до офиса Лейбор комиссионера Так То есть нелегальность Не лишает его права На получение денег Нелегально заработанных Он идет до офиса Лейбор комиссионера Тот вызывает нанимателя И он при нем Выписывает чек На оставшиеся деньги То есть К чему я рассказываю Что даже человек Который казалось бы У него и права на работу Нет Был интересный случай Значит мексиканский дяденька Один Работал на стройке Работал на стройке По поддельному ID Ну и травму получил Получил травму И вступает В дело Такой Иншуранс Страховка Называется Worker's Compensation Выясняется Что он По липовому удостоверению Что его вообще Там быть не должно было И так далее И страховая компания Отказывается платить Потому что он нелегальный Он не имеет Никого отношения Так суд Говорит страховой компании Ты будешь платить И она ему заплатила И там большие деньги Там компенсации То есть его Как с местным Я просто чему рассказываю Что Есть закон И закон работает И закон на стороне сотрудника И компании Ну те которые в бизнесе Да Значит Они стараются Не нарушать Не залезать Даже вот ты например Они тебя увольняют Они тебе говорят Вот распишитесь Вот тут Что вы Не имеете претензий Потому что Вы потом можете вылезти Все равно можете потом вылезти И сказать Что у вас есть претензии Но Все таки вы подписали Что у вас нет Поэтому Я бы сказал Что у человека Гораздо больше возможности Устроить Что называется Хард тайм компания И чем наоборот Здесь Так бы я сказал Из того что я вижу Знаю и так далее Счастливо